К сожалению, жизнь не всегда и не ко всем справедлива. Казалось бы, трудности уже позади. Жизнь налаживается, и тут страшный диагноз, как гром среди ясного неба. Несколько дней назад в социальных сетях стала распространяться информация о том, что у нашей бывшей коллеги, бывшей ведущей нашего телеканала Лолиты Дзукаевой, врачи обнаружили онкологическое заболевание. Лолита более пяти лет работала с нами, вела музыкальную передачу «Мюзик Тайм». О том, что у нее тяжелое заболевание, она узнала год назад. В Северной Осетии были проведены два исследования. Позже, в ноябре в Москве, в Институте гематологии были проведены еще два гистологических исследования. Оба раза диагноз, к сожалению, был подтвержден. Лолита родилась и выросла в городе Беслан, Северной Осетии. Закончила бесланскую школу номер 4. Ее воспитывали отец и бабушка, которых сейчас уже нет в живых. Вышла замуж в Южную Осетию, родила двух замечательных детей. Семейная жизнь не сложилась. Уже несколько лет снимает квартиру в городе Цхинвал и проживает там вместе с детьми. 13 апреля она была направлена на лечение в Центр дерматологии и косметологии в городе Москва. Проходит лучевую терапию. 4 мая ее переводят в научный центр. Лечение будет проходить до июня. Она до последнего не хотела и отказывалась проводить какие-либо сборы для лечения, когда близкие люди ей это предлагали. Но понимая сегодняшнюю реальность и то, что собственных сил ей не хватит, она согласилась. В разговоре с нами она поблагодарила каждого, кто отнесся к ее беде неравнодушно. Лечусь, отдыхаю, набираю сил. Я, конечно, знала, что на самом деле очень много добрых людей. Просто не ожидала такого отклика. Благодаря вам сегодня мне удалось найти квалифицированного специалиста. Так что дальнейшие консультации, лечения и все остальное, надеюсь, принесут результаты. Вот еще раз всем огромное, огромное человеческое спасибо. Я в долгу не останусь. Уже несколько дней проходит сбор в социальных сетях. Распространять информацию о сборе помогают как обычные люди в сетях – Инстаграм, Фейсбук, Ватсап, так и бизнес-аккаунты и новостные паблики. У каждого из вас есть возможность помочь Лолите скорее вернуться к своим детям здоровой. Вы теперь моя большая, огромная семья. И теперь я понимаю, какая невероятная, душевная, крепкая сила стоит за моей спиной. Не важно, сколько между нами километров. Люди, не знаю, со всех уголков, наверное, России откликнулись на призывы помощи. Еще раз благодарю всех моих друзей, которые все это организовали, несмотря на то, что я долго сопротивлялась этому всему. Спасибо всем вам огромное. Благодарна Богу за то, что меня окружают такие люди. Верила всегда в добро и всегда в него верить буду. У каждого человека есть возможность вернуть радость в жизнь этого жизнерадостного человека. На ваших экранах реквизиты, куда можете перечислить деньги, номер карты и номер телефона, на который прикреплена карта. Они оформлены на саму Лолиту. На днях в торговых точках, предприятиях, еще в нескольких местах будут установлены урны, и каждый желающий сможет оказать помощь Лолите. Мы много раз спасали жизни наших людей. Мы много раз доказывали, что в единстве наша сила. И в этот раз должны сделать то же самое. Оксана Джуэва, Фатима Кумаритова, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня.